Твой Орда, не кричайся все тебе, Господи! Закончили богослужение на вечере Богоявления в Преображенском соборе. Интереснейшее событие, интереснейший праздник, интереснейшие исторические события, которые нужно вспоминать, которые нужно разбирать, анализировать и делиться этой информацией со своим потомством, детьми, внуками и правнуками. В народе все говорят Крещение Господне, Иордан, но мало кто знает, что до 5 века в один день праздновали и Рождество Иисуса Христа, и Крещение, Богоявление, назывался праздник Боявления. Крещение это в народе, потому что действительно Иоанн Креститель крестил весь народ и пришел Спаситель креститься. Но там самое главное событие произошло. Явился в виде голубя, Дух Святый, который сошел на Иисуса Христа. Произошло явление третьего лица Святой Троицы. Троица одна, но три лица. И вот это очень важно. То есть полнота Божественной силы явилась человеку. И с 5 века потом разделили, потому что невозможно праздновать такие огромные праздники в один день. И по сей день идут споры, кто какого числа празднует. Все это на фоне злобы, злости, ненависти. И самое главное, кого мы празднуем? Спасителя, Бога, который сотворил всю Селенную, Галактики, миллиарды бесконечного количества, звезд. Сотворил все прекрасно для нас, для людей. Все создано для людей, для нашей бесконечной и бессмертной души. Но грех через дьявола вошел в человечество. И вот до этого времени мы убиваем, орехом, кромсаем. И все такие православные, и все такие христиане, и все друг друга так ненавидим, что капец. Ну, то такое. Я поздравляю с этим великим праздником. Желаю, чтобы благодать Святого Духа, который будет сходить и сходит на воду святую через молитвы священников. В советское время говорили, что это все освящается, и вода перестает портиться, потому что она серебряным крестом. Потом, когда говорят, а если деревянным освящать, тоже не портится. Или каким-то другим и не портится. Не понимая то, что благодать Святого Духа по просьбе священника сходит, по молитве. И это является чудом таким, что вода потом не портится, потому что она, уже ученые разобрали, она структурируется правильно, она приобретает форму и имеет огромную силу. И желаю, чтобы эта благодать у нас была, чтобы мы к ней стремились, чтобы мы ее чувствовали, самое главное. Сегодня во время богослужения узнали страшную трагедию про то, что упал вертолет, что погибли люди, погибли первые лица и погибли самые главные дети. Это ужасно. Соболезнования всем семьям. Дай силы перенести все вот это вот. Родителям этим, где дети там находились. Все это, конечно, вызывает ком в горле, слезы. Сколько беды принесла война, сколько нам сейчас народу, бедному приходится терпеть. Дай Божьей силы все пережить в этой страшной кровавой битве. Дай силы. Еще хочу сказать, подошла ко мне Ефросинья, раба Божья наша прихожанка, поэтому послушайте ее историю. Раба Божья Ефросинья, сколько вам лет? Ой, 84. 84 года. Старенькая. Да, старенькая, но всегда с хорошим настроением, с уважением всегда относится к нашему духовенству. В нашей Ефросиньи скоро будет операция на глазах. Попросила помолиться. Я спросил, нужна ли помощь. Говорит, что нужна. 22 тысячи гривен операция стоит у нас. Я порекомендовал зайти к Филатову, на 2-е христианское кладбище, помолиться за него, поставить свечку. Многие действительно так поступают. И я спросил, нужна ли помощь. И так как наш жизнерадостный канал помогает многим людям, которые живут не только в нашей области далеко, нужно помогать и своим. Поэтому, если есть возможность, я ставлю реквизиты. И после праздников, даст Бог, соберем средства, сколько соберем, столько дадим, чтобы с Божьей помощью Ферсиньи сделал операцию и стала видеть лучше, чем я. Такое не бывает. Всех с наступающим, по-моему, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok